Добро пожаловать в Путники Дорогие! Далеко ли под дорогу держите? Присаживайтесь ко мне, не стесняйтесь, на здоровье угощайтесь. Посмотрите, сколько у меня ясно, на любой вкус. Тут и щербет восточный, и хурма, и виноград, даже красный есть гранат. Я, друзья, тем знаменитым, что кормлю я всегда сыто, и сама собой всегда вкусно кушать и наполна. Каждый может свою жажду и голод здесь утолить, а заодно и мудростью наполниться. О чем это я говорю, спрашиваете? Так это я о доброй помощнице, чувствую меры, речь веду. Знакомы ли вы с ней? Те, кто знает ее, мой почет и уважение. Оно и понятно, как полезно с чувством меры дружбу водить. Ну а те, кто только учатся чувствовать меру, наверняка знают, как непросто порой приходится. Я скатерть самобранка вот что вам скажу. Мне ведь для людей ничего не жалко. Почутесь, пейте, выбирайте, что ваша душа пожелает. Однако помните предупреждение. Опасность кроется такая. Позабыв про чувство меры, человек может подхватить вирус всеядности и неразборчивости. Поэтому рекомендую вам почаще проверять чистоту вашего внутреннего фильтра избирательности. Попробуйте задать себе вопрос. Если я буду есть и пить все подряд, будет ли мне этого благо? Это, мои дорогие, чтобы вы меня правильно понимали, не только еды касается, а всего, с чем человеческая душа и тело соприкасается. Так-то, ежели поймете эту мудрость, то все у вас будет хорошо и ладно. И сделайте свой выбор. Можно почитать и потом передать другому. Да, бывает иногда так. Кому-то нравится одновременно один и тот же камушек. Сейчас я сфотографирую и там-там. Да, пожалуйста. В котором вы отразитесь. О, ну я прям с... Это я. Девочки, это очень-очень интересно. Посмотреть то, что вам несет, да, ваше подсознание. Какую подсказку. Я сейчас убила мое ушко, и ты чела лицо, ты сказала, это точно. Покажите, пожалуйста, кто себя увидел в каком отражении. Так, здорово. Ага. Хорошо. Взять ту карточку. Где образ Бабы-Яги будет для вас помощница. А-а-а, хорошо. Так. Отлично. Так, вот она какая, многоликая. Добрый день. Мы сегодня играли в трансформационную сказкотерапевтическую игру в гостях у сказки. И нам бы хотелось услышать отзывы от тех участниц, которые принимали в ней участие. Итак, Татьяна. Ну, мне понравилась игра, потому что вопрос, который я задала, получила ответ. Очень интересно было идти, получать различные подсказки от помощников. Очень познавательно. Ну, заставила подумать. Какой сказочный путь, какое сказочное место силы больше всего понравилось? Баба-Яга. 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 Мудрая женщина. Хорошо. Вот. И у нас еще одна участница, Надежда. Несколько слов впечатлений, какие эмоции, чувства после вкуса, после прохождения сказочного пути. Ну, эмоции здоровские, если так можно сказать, да? Начиная даже с камня распутья, когда я делала свой запрос, сразу поняла, что я получу на него ответ. Много инсайтов пришло и много таких вещей, на которые мне нужно подумать. Начиная с избушки Баба-Яги, такая древняя жительница, она мне натолкнула на вопросы, на раздумья, на работу дальнейшую с собой. Очень понравилась пещера Аладдина, оттуда прям чувствовался этот ресурс, с которым я обратно оттуда пришла. Здорово. Теперь планирую написать сказку. Надо это все завершить. Благодарю. Обдумаю. Спасибо. Да, благодарю. Здорово. Я вас благодарю, дорогие участницы. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.